Эхо Москвы представляет программу «Гонопольское». Итоги недели без Евгения Киселёва. Ужасное событие. В Самарской области произошло массовое убийство. Шесть человек были убиты в селе Ивашовка Сызранского района. Убитая бывший начальник МУ МВД России Сызранская, полковник полиции Андрей Гошт и члены его семьи подтвердили в МВД. Семьлетней девочке удалось выжить. Вы эти факты знаете. Естественно, по факту убийства возбуждены дела по статьям убийства и покушения на жизнь ребенка. Знаете, жутко об этом говорить, не то что комментировать. Но там забивали несчастных жертв прутьями прямо во сне. Ну, давайте скажем так. Я лично в этом смысле, с точки зрения следствия, я позитивист. Я уверен, просто уверен, что убийц найдут. Возможно, найдут и заказчика. Вы знаете, у нас с этим сложнее. Но, во всяком случае, хотелось бы. И хотелось бы, чтобы виновные понесли наказание, чтобы их не покрывали, не отмазывали. В общем, правильно говорят те, кто сравнивает это дело с Кущевкой. Хотя там было 12 убитых, а тут только 6. Вот, видимо, это я уже и моим коллегам говорю, которых я представлю сейчас. Вот, видимо, это правосудие по Кущевке, вот это вот судебное дело, эти приговоры, они как-то все-таки неясно и тихо прозвучали. То есть, государство не сконцентрировало свое внимание, внимание граждан страны на том, что вот это, что Кущевка, это самое страшное. Не либералы, не демократы, не какие-то там, какие-то организации, которые получают какие-то деньги с запада. Не это враги, не Украина, а вот это враги, которые прутями сначала убивают 12 человек, а потом 6. Вот, иначе непонятно, как негодяи могут решиться на подобное. А на подобное, собственно, решаются те, кто считает, что они выйдут сухими из воды. В общем, так это или нет, мы скоро с вами узнаем. Уверен, что скоро. Это программа «Итоги недели» без Евгения Киселева, в которой журналисты «Эхо» выбирают наиболее значимое событие последних дней для последующего голосования. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Матвей Гонопольский, Светлана Ростовцева. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с первой темы. Поехали. Это программа «Гонопольская». «Итоги недели» без Евгения Киселева. События недели. События недели. Давайте с него и начнем. Татьяна Николаевна Москалькова, депутат СССР или справорос, как вам удобнее, стала уполномоченным по правам человека. Ну, то есть, мы как-то, наверное, последнее время, с учетом того, что Элла Памфилова стала заниматься другими делами, немножко упустили внимание к вопросу уполномоченного, судьба которого была не определена, хотя Москалькова называлась самым вероятным кандидатом. Но это уже случилось. И тут нужно отметить, что Татьяна Москалькова, хоть и человек системы МВД, занималась, она работала в правовом управлении, занималась вопросами помилования, в частности. То есть, это, конечно, в общем, не крышевание отделений, в которых работают любители советского шампанского, а немножко другие вещи. Но те заявления, которые сделала Татьяна Николаевна сразу после того, как получила свой пост, они насторожили граждан, права которых Татьяна Николаевна обязалась и клятву дала защищать. Вот, в частности, такое, например, заявление. Сегодня правозащитная тема стала активно использоваться западными и американскими структурами в качестве оружия шантажа, спекуляции, угроз, попыток дестапилисировать и оказать давление на Россию. И у полномоченного по правам человека есть достаточно инструментариев для того, чтобы противодействовать этим явлениям. То есть, надо понимать, что Москалькова пока не сделала ничего, и мы в равной степени можем как от нее чего-то ожидать положительного и позитивного, так и не ожидать ничего положительного и позитивного. Мы не знаем, чьи права Татьяна Москалькова будет защищать, права граждан или права государства в вопросе отношения с гражданами. Такой, мне кажется, вопрос еще открыт. Да, она еще сказала замечательную фразу, очень интересную, на которую, собственно, многие обратили внимание, о том, что надо поднять статус, надо поднять статус уполномоченного по правам человека. Вот, понимаете, да? Поднять статус. Вот, как можно поднять статус уполномоченного по правам человека? Потому что она говорила, что хотела, чтобы зарплату подняли уполномоченный. Нет, думаю, она правильно сказала. И давайте вот как. Вот, знаете, столько уже написано и сказано по этому поводу, а цитата, которую вы сейчас привели в звуке, хотя я ее немного оправдаю по этой цитате, давайте зададим вопрос, чтобы побольше проголосовало. Уже ситуация ясна. Прочитайте вопрос. Как вы думаете, кого будет защищать Москалькова? Граждан от государства или государство от граждан? Если вы считаете, что новый омбудсмен будет защищать граждан от государства, тогда ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что она будет защищать государство от граждан, тогда 660-06-65. Вот начался подсчет ваших голосов. Голосование мы проводим. И вопрос, кого будет защищать Татьяна Москалькова на посту уполномоченного? Граждан от государства? Если этот вариант вы выбираете, тогда ваш номер 660-06-64. Или государство от самих граждан? Тогда 660-06-65. Я вот хотел бы несколько слов сказать, и, может быть, вы мне возразите. Оправдать вы ее хотели, давайте. Не оправдать, а поступить по принципу дедушки Ясина. Я сейчас объясню, что это такое. Это произвело на меня большое впечатление. Однажды эфир с Евгением Ясиным, он такую вещь предложил. Сейчас объясню. Тут в интернете ходит сейчас такая, ну, юмористическая или грустно-юмористическая, грустно-юмористический пост, который написал такой Александр Бамп или Бамп, или Бумп, не знаю. Звучит так. Президент, офицер КГБ, председатель Госдумы, офицер КГБ, глава администрации, президент Алексей, офицер КГБ, детский абуцмен, офицер КГБ, абуцмен, генерал МВД. Ну и дальше там написано. Ахунта в Киеве. Давайте забудем последнюю фразу, потому что в Киеве понятно, что там хунта, бандеровцы и фашисты. Не об этом разговор. Вот действительно, если так посмотреть, то, ну, как-то вот странное впечатление. И, конечно же, ну, я сейчас ее буду защищать, а вы мне возражаете. Значит, смотрите. Конечно, она произнесла ужасные слова, выступая в Государственной Думе, потому что она, так сказать, получается, что если, например, Америка там говорит, давайте там кого-то освободим или кто-то осужден по политическому, то это враги, это даже не надо учитывать. Более того, может быть, поступать, наоборот, против, ужесточая. То есть она себя показала не правозащитной, а политической фигурой. Но в чем принцип дедушки Ясина, Евгения Ясина? Однажды, выступая, ну, с очередным экономическим обзором у нас на станции, когда его спросили там, что будет и так далее, он вындвинул принцип зазора. Я вам объясню, что это такое. Он сказал, знаете, у меня есть такой принцип, не вешайте ярлыков. Вот давайте, это так удивило ведущую, что она говорит, хорошо, ну, а Путин вот и так далее. Вот видите, уже 15 лет он так, он говорит, знаете, вот до 2004 года Путин был один, сейчас он второй. Никто не говорит, что, например, дальше он опять будет другим. Посему, пользуясь принципом мудрого Ясина, я предлагаю и вам, ребятам, и радиослушателям, посмотреть, что будет. Вот, например, Памфилова, мы еще будем о ней говорить. Вот она типа была такая мягкая-мягкая и вообще мягкая-мягкая с таким писклявым голосом, а взяла и отменила выборы. Понимаете? Поэтому, ну, давайте посмотрим, может быть, действительно, этот генерал МВД вдруг будет защищать права от людей, от государства, а не государство от людей. Я хотел сказать вот по поводу этой шутки, не шутки, что у нас все есть КГБ и МВД, но, наверное, просто такова жизнь, что в свое время КГБ и система МВД, они служили кузнецами кадров. Я сейчас абсолютно серьезно это говорю, ну, правда. Ну, если... А давай не об этом, давай о Москальковой. А давайте о Москальковой. Вот у вас ощущение, восприятие какое? Меня абсолютно не беспокоит назначение Москальковой, или как это там процедура называлась, ее утверждение. Объясню почему. Я уверен, что я лично никогда с Москальковой не столкнусь. Я надеюсь, не столкнусь с ней. Да ну! Я, ну, хорошо, давайте поспорим. Она мои права не будет защищать. Она должна... А, в этом смысле? Да, 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 да. Не, я же не про студию «Эхо Москвы» или какие-то другие площадки. Я с ней по ее профессиональной деятельности не столкнусь. Вряд ли она мне когда-либо чем-то поможет. Если будет помогать... Ну, вот когда за перепост... Нет, послушайте, если будет... Когда за перепост тебя потянут в суд, за перепост какого-то поста, согласно российскому законодательству, ты сделаешь перепост в Фейсбуке, и тебе будут шить уголовное дело. Потому что я фашист. Ты же пойдешь к Москальковой. Ну, я сам не пойду к Москальковой. Мне кажется, уполномоченный должен сам находить вот такие истории и реагировать. Мне просто кажется, что какие-то вещи, на которые, может быть, тот же Лукин или та же Памфилова в свое время реагировали, Москалькова, ввиду ее такого полицейского, милицейского прошлого, она будет просто не обращать внимания. И это лучше, чем если Москалькова будет по каждому, на каждый какой-то информационный повод реагировать, предлагать какие-то ужесточающие законы, инициативы и так далее. Пусть лучше Москалькова... Вот успокойтесь, правда, серьезно. Всем, говорю, всем переживают, что Москалькова, вот она пришла из этой репрессивной системы, будет какое-то новое наступление на всех, по всем фронтам. Успокойтесь. Вы никак не связаны с Москальковой. Дай бог вам здоровья. Да не связаны с Москальковой. Да связаны, потому что кто-то, потому что есть поговорка о тюрьме, от сумы, не зарекайся. И еще не все 250 человек с болотной осуждены. И кто-то их должен защищать. И твоя фраза чудовищна. Что значит вы не будете с ней сталкиваться? Еще как мы будем сталкиваться? Есть проблема, связанная с тем, что в случае вот прошлых, например, амбуцменов и Лукина и Памфиловой, многие из тех, кто считает себя жертвами режима, или, ну, справедливо, кстати, считает себя жертвами режима, они, может быть, и не доверяли им, но все-таки находили в них человека для разговора, человека, к которому можно прийти. Да, абсолютно правильно. Первые слова Москальковой насторожили как раз эту категорию, Лиз. Потому что говорить с ней после подобных вещей им особо не о чем. Они придут, они поговорят с ней и станут врагами государства, потому что они... Станешь фигурантом уголовного дела. Вот это их пугает, как мне кажется. С другой стороны, возможно, я не исключаю того, что если ты хочешь эффективно решать проблемы, то иногда тебе нужно говорить вещи приятные тому кругу, тому кругу лиц, которые принимают решения. Господи, не кричи, не кричи только. От этого Москалькова не изменится. Чтобы тебя сразу автоматом, априори, не записали в те самые западные агенты, которые действуют в интересах иностранных. Вот смотрите, ты прав абсолютно. Смотрите, вот первая конфигурация, в которой будет проверка Москальковой. Слушайте, вы знаете, что сейчас идет ужесточение законодательства, и могут приравнять к иностранным агентам даже те организации, которые, как они называются, ну, которые детям помогают, как в общем их назвать, ну, не благотворительные, а, то есть, они благотворительные. Но, в общем, вы понимаете меня. Значит, дети не будут получать помощи, та-та-та-та-та, потому что эти организации получают лекарства с запада, западные гранты, значит, они должны признать себя иностранными агентами. Люди пойдут к Москальковой, я имею в виду, ну, руководители эти. А Москалькова уже произнесла, вот я записал, вот это правозащитная тема, то есть, что-то вякнет Америка, и тут же правозащитная тема используется западом для того-то и того-то. Все. Гаплык, как говорят в Украине, где фашисты и бандеровцы. Что? Я понимаю, что это мантра, которую она сказала, поблагодарила Путина за то, что он ее назначил на хорошую, важную должность, где она светится. Америка, где каждый день она будет в СМИ. Но что она будет делать в этой конфигурации? Что она сделает? Я хочу свою позицию откорректировать. Смотрите, вот я сказал, что я не буду с Москальковой пересекаться в связи с ее профессиональной деятельностью. Я надеюсь, что мне не придется к ней обращаться за помощью. Это, впрочем, не связано конкретно с ней. Но если ты обращаешься к уполномоченному каким-то образом, сам напрямую или через кого-то, значит, у тебя, наверное, все плохо. Значит, ты сидишь в тюрьме, значит, твои права нарушаются. Я надеюсь, что у меня и у вас, и у слушателей права не будут нарушаться. Мне вот в чем смысл моей скорректированной позиции. Давайте зафиксируем, что от Москальковой лично не надо ждать какого-то давления на каждого из нас, на либералов, на кого-то еще, на фейсбучных хомячков. Давайте хорошо признаем, что с приходом уполномоченной на этот пост нету больше такого института, как уполномоченной. То есть номинально он есть, а как бы по факту его нету. Потому что пришел генерал, генерал МВД все сделает так, как угодно власти, так, как угодно Кремлю, Путину, все. Значит, жаловаться мы и не можем. Но каких-то возможностей сужается. А возражаю. Предлагаю, во-первых, не забывать. Это как-то очень смешно вообще. Это умозрительно, то, что ты сейчас сказал. Давайте забудем. Не забудем. Но давайте используем тезис вот этого зазора возможности дать человеку себя проявить. Может быть, это будет неожиданно и решительно и так далее. И может быть, мы еще будем аплодировать госпожи Москальковой. Есть одно дело. Давайте мы в этой передаче не будем предубеждены. Не, не будем ни в коем случае. Есть одно дело, которое уже анонсировала сама Татьяна Николаевна. И которое, в общем, будет для нее серьезной проверкой. Это ее предстоящая поездка в Грозный. Где она собирается встретиться с Рамзаном Кадыровым, чтобы задать ему вопросы о том, как защищаются права человека в Чечне. Дело в том, что это не у Кадырова надо спрашивать. К Кадырову надо приезжать со списком претензий, мне кажется. Вряд ли права Кадырова кто-то в Чечне нарушает. Она не будет его спрашивать. Проблема у вас с правами человека. Вот проблема все, что идет к тому, что она приедет в Грозный в сопровождении чеченского спецназа. Ей покажут замечательную чеченскую печать. И она уедет в Довольный. И замечательный, красивый, действительно очень красивый город Грозный, в котором я был. И мне он очень понравился. А после этого она приедет в дворец чеченского. Все, они поговорят. И сделают заявление по итогам этих переговоров, что в Чечне действительно, как утверждают российские государственные каналы, самый спокойный регион Российской Федерации. Вот тогда и поставим жирную точку и отметим. Не про Ханжея. Я думаю, знаете, что будет итогом вот этой поездки в Чечню. Ну, вы знаете, что у Москальковой есть Инстаграм. Вот я думаю, она приедет в Чечню, пообщается с Рамзаном, катается по Грозному, а потом приедет и у себя в Инстаграме тоже опубликует Костянова в прицеле. И какую-нибудь такую фразу напишет. Я только одну фразу скажу. Я не к тому, что я бездумно очерняю сейчас Кадырова и считаю, что он нарушает все права человека, которые только можно придумать. Я к тому, что есть список серьезных, отвратительных инцидентов и против журналистов, и против комитета Каляпинского, и против критиков со спущенными штанами. О них просто уже нельзя забыть. Это не вопрос, это именно претензии. Итог голосования. 94% наших слушателей сказали, что Москалькова будет защищать государство от граждан. А 6% говорят, что она будет защищать все-таки граждан от государства. Идем дальше. Ну, давайте не ставить в этом деле точку. Ты правильно скажешь. Вот скажу тебе, Алеша Соломин, это действительно будет серьезным испытанием для нее. Это, понимаешь, не по болотным делам там скакать. Здесь действительно будет серьезная история, как она будет выяснять по поводу Чечни, где мы знаем, что и людей избивают, и там поджигали. Вот эта история с избитыми людьми, да, и поджженными машинами. Пусть спрашивает, а мы посмотрим. Это же ее назначили, а не нас. Следующая тема. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели. Давайте герои. В этой рубрике предшественница Москалькова Элла Памфилова, которая теперь работает в ЦИК и лично меня, она удивила на этой неделе, потому что, вопреки своим полномочиям и обязанностям, она влезла, вмешалась в ход муниципальных выборов. Выборы в подмосковной Барвихе, где кандидатами шли соратники Навального, остановила этот избирательный процесс. Выборы были признаны несостоявшимися, там досрочное голосование шло, а теперь выборы пройдут только осенью. Но вот первый такой серьезный шаг Памфиловой. Началась какая-то шумиха, заварушка Памфилова встревает, реагирует, сразу все отменяется, даже с каким-то превышением полномочий, но не в каком-то таком уголовном смысле. Но, тем не менее, как бы вышла за рамки того, что могла делать. То есть, могла бы это и не делать, могла бы просто эту ситуацию проглядеть. Но, с другой стороны, тут же и Навальный, скажем так, бурлил в связи с этой ситуацией. И все те, кто на эти выборы собирался идти, сама же Памфилова, она приходила к нам с Виндиктом в эфир на Эхо Москвы. Она говорит, что никак не связана отмена выборов с тем, что писал Навальный и его соратники. То есть, как бы эта шумиха и жалоба одна от команды Навального, она не повлияла на вот это вот решение, потому что были более грамотно составлены жалобы. Тем не менее, еще раз, для меня очень важно, что Памфилова на этом посту совсем недавно, и она совершает, может быть, это просто пиар-акция, она совершает такой шаг важный, жест. Она сказала, что выборы, ну, как бы, каждый, наверное, человек, который приходит на какую-то новую должность, новый пост, он говорит, он делится своими планами. Вот Памфилова обещает, что выборы будут честные, она будет реагировать на все. Она сказала, что барюхинская история, она должна послужить примером для всех регионов, что вот каждая такая, каждая история, она будет жестоко караться. Потому что Памфилова пожаловалась, по-моему, в МВД, написала чайки, еще обращение. Мне нравится, что она так это активно начинает. Она не боится прийти в эфир и в течение часа рассказывать, что там было в этой барвихе. Вот, вот за это я ей признателен. На открытость. Вы понимаете, а если будут какие-то проблемы уже в сентябре, когда будет единый день голосования, и самое важное, конечно, это думская компания. И если будут проблемы, если будут претензии к тому, как считаются. Ну, слушайте, понятное дело, что с приходом Памфиловой выборы, наверное, они не станут честными. Памфиловая – это витрина. Вот есть магазин. Есть магазин. Нет. Ну, нет. Ну, дайте мне закончить мысль. Да-да-да, прости, прости. Есть магазин. Есть чистая витрина, есть чистое стекло. А в магазине продают хрень абсолютно. Дешевку, дешевку. Низкосортные продукты. Вот вспомните самый бюджетный какой-то супермаркет. Супермаркет, где гнилые товары, где гнилые какие-нибудь помидоры, протухший хлеб с плесенью. Вот это вот есть магазин. Но есть витрина, которая очищенная, которая блестит, прозрачная. Вот сейчас Памфилова, она вот для меня, я ее такой воспринимаю, витрина, стекло. Вот она чистая, к ней нет претензий. Она хочет сделать как лучше. Если выборы пройдут плохо, ну что поделать. Ну, я уверен, на этом посту нельзя сделать ничего хорошо. Мне кажется, что... Даже владелицу этого магазина такой... Мне кажется, что я очень кратко скажу, что Элла Памфилова показала свою неожиданную для нее бронебойность. Что она человек, стенобитная машина. В общем, не меньше, чем Алексей Навальный. И в этом смысле, возможно, ее нужно видеть не на посту председателя ЦИК, а вполне возможно, человеком, который идет на выборы сама. И который представляет какую-то политическую силу. Вопрос, который мы хотели задать, связан именно с этим. Хотите ли вы, чтобы Памфилова сама участвовала в выборах? Если на пост... Ну, блатировалась, да. Или в президенты, как хотите. Если вы хотите, чтобы она сама участвовала в выборах, тогда 660-06-64. Если не хотите, 660-06-65. Велосование пошло. Хотите ли вы, чтобы Памфилова сама участвовала в выборах? Если хотите, 660-06-64. Если не хотите, 660-06-65. От новости. А после этого продолжим чуть-чуть эту тему. Продолжаем. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, Матвей Гонопольский, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Я хотел сказать пару слов по этому поводу. Я сейчас смотрю очень хороший сериал американский с моим любимым актером Полом Джамати. Есть такой американский актер. Он такой маленького роста, с усами, с бородкой. Сериал называется «Миллиарды». И это про то, как прокурор пытается словить миллиардера, который делает деньги на сливах информации. Просто сумасшедший, обалденный сериал. Я рекомендую всем посмотреть. Это такой взрослый сериал. Взрослый. Это такая крутая Америка. Бизнес-Америка. Рекомендую всем. Так вот. Значит, там... Или вы про сериал? Нет, нет, нет. Про Панфилову. Так вот, этот миллиардер делает такую историю. Он объявляет тихо, что он заканчивает... Что вообще он выходит из бизнеса и потихоньку продают акции. А потом выясняется, что акции упали. Ему опять же слили информацию. Значит, смотрите. Что получается? Вот надо... Надо... Вот дверь открывают. Тут ведь как? Тут можно говорить о Путине. Например, что путинская братва поняла, что оппозиция не опасна. И теперь... И все равно, как выборы будут происходить, все равно они считают, что они выиграют. И поэтому поставили Панфилову, чтобы паршивые либералы больше не тыкали в лицо и... Понятно. Это первый слой. А второй слой гораздо интереснее. А если действительно сейчас будут выборы честные, то в каких штанах или без штанов либералы зайдут на эти выборы? То есть решение путинской братвы, что либералы не опасны, что они не могут сорганизоваться, что они все время ругаются, что плохая партия и так далее, это реальность или это миф? Поэтому я на эту ситуацию смотрю совсем не с точки зрения Панфиловой. Но если действительно... Вот выборы перенесли, да? Вот когда эти выборы снова состоятся, чего там получится? И как, если выборы будут честные, то как там тот же Парнас, те же... Ну, фамилии, которых мы знаем. Как они там выступят? Ведь выборы теперь типа будут честные, если она их отменила один раз, то понятно, что Навальный со товарищи будут делать этот же трюк. Они будут говорить, вон, смотрите, жулики, и будут выходить из выборов. А если Панфилова будет отменять выборы, а потом их снова назначать, и будут смотреть, чтобы они были честные, то есть, понимаете, гамбургский счет наступает в каком-то смысле, хотя как может быть гамбургский счет в каком-то смысле, но он наступает для российской оппозиции. Поэтому для меня эта история совсем не про Панфилову, а про оппозицию, насколько она готова не к словам и не к осуждениям, а к реальным выборам. Вот что для меня эта история. Это мудрые очень слова. Тут так же, как и с Москальковой, и советом от, как вы сказали, от дедушки Ясина, или... Ну, дедушка Ясин, проклятый Венедиктов. Мы должны подождать до осенних выборов и посмотреть, удастся ли Элли Александровне Панфиловой что-то сделать с этими чертовыми выборами. Да нет, ты же не про то говоришь. Ты говоришь про Панфилову. Забудь про нее. Если она один раз отменила, если было жульничество, ну что, я непонятно сказал, она отменит и следующий раз, если будет жульничество. Кроме того, это сигнал кое-кому, кое-кому сигнал, что, ребята, не надо селить по 200 человек в одну квартиру, потому что я об этом знаю и отменю выборы. Но дальше, то есть, вдруг у оппозиции появляется задача теперь побеждать, как мне кажется. Вот какая история. Мне кажется, это все признание одного важного факта. У Панфиловой есть репутация, и она ей важна. И таких людей, которым важна, своя репутация не так уж и много. И 76% наших слушателей говорят, что ей бы по-хорошему нужно самой в этих выборах участвовать. И идти на выборной должности 24%, при этом оставляют ей все-таки должность председателя ЦИКа. А я категорически против и объясню, почему. Ну, вот станет она депутатом Государственной Думы. Там же есть Гудковы. Вот она к Гудковым прилепится. Ну, будет не два человека, не два инвалида, а три. Понимаете? И голос там за... Понимаете? Да какой президент? Какой президент? Пусть Панфилова в Думу президент... Президент может быть только ФСБшник. Только костюмный человек, только из органов... Я вам напомню, что Прохоров получил на выборах третье место. Не ФСБшник. Вроде бы, в Москве. Третье, но не первое же, правильно? Третье, но не первое же, правильно? Не первое, но это очень хороший был для него результат. Очень хороший. Давай порадуемся за него. Так, мы можем идти дальше, мои дорогие. Давайте. Мы совершили страшное, пошли на поводу общественного мнения, которое на этой неделе, если верить тому, что Фейсбук представляет собой общественное мнение, наградил этим статусом редиска Сергея Собянина, мэра Москвы. За что? За то, что в Москве начался фестиваль «Московская весна» с очень сомнительными с точки зрения многих комментаторов. Арт-объектами, на которые, как выясняется, это добавляет изюминку в общий сюжет, потратили более 189 миллионов рублей. Но это не только на арт-объекты, конечно, это вообще на украшение Москвы к московской весне. Это сумма, которая была размещена на сайте госзакупок, где, в общем, разместили подобный заказ. Я, если позволите, я соглашусь в том, что здесь есть редисочная позиция, но она у меня для меня заключается в некотором ответвлении этой темы, поэтому я предлагаю вам сначала высказаться, а потом, если вы позволите, я завершу свой. Ну, Нарышкин пусть говорит. Наша надежда. Давай, Григорий, давай. Почему Сергей Собянин редиска? Это для меня он абсолютно не редиска, и я начну вот прямо, наверное, с последнего. Вот цифра появилась на днях. Этот же фестиваль, он стартовал в пятницу, понятное дело, что подготовка шла заранее, и все эти объекты тоже стали появляться гораздо раньше. 198 миллионов рублей на вот эти украшения. Я встретил, кто-то в Фейсбуке написал, что вот 198 миллионов рублей – это сумма, на которую можно было бы купить энное количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Ну, дорогие мои, ну это же бредятина. Давайте мы все деньги, которые на что-то тратятся в стране, в городе, у вас в квартире переводить в аппараты искусственной вентиляции легких. Вот мы с Соломиным обсуждали до эфира, а вы уверены, что в Москве, например, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких? Я не уверен. Я не смотрел эту информацию. Я предполагаю, что конкретно в столице с этим все в порядке. Если проблемы с этим в других регионах, наверное, это не обязанность Москвы туда перечислять деньги, которые здесь были заработаны. Есть отдельный московский бюджет, который столичной власти вправе тратить на себя. Так вот, столичной власти, за которую голосовали, Собянин у нас избранный мэр. Вы можете спорить с этим, можете не спорить, можете признать. Я думаю, он имеет право вместе со своей командой распоряжаться деньгами, которые здесь заработаны. И это, на мой взгляд, это хорошее вложение денег. Да, это 198 миллионов рублей. Это важная история, потому что люди приходят, люди гуляют, люди фотографируются. Для власти плюс в том, что кто-то благодарит, наверное, Собянина. Кто-то Собянина и его компанию начинают мочить. Идет все равно обсуждение действий властей. Это все хорошо. Это красиво. Это уходит в социальные сети. Расходятся красивые фотографии. Люди получают весна. Давайте не забывать, что весна. У нас может быть в стране полный отстой, но весна, давайте хоть порадуемся вот этому. Ну что да-да. Да, хоть. Да, значит, объясняю. Объясняю. Ты знаешь наш принцип нашей передачи. В событии ищи более широкий круг проблем. Я вот представляю, если бы, например, мы смотрели с вами, например, Первый канал, ну или там Вести 24 и так далее, то и диктор сказала, интересно отмечают весну в Париже. И показали бы все вот это, то, что делает Собянин, только это было бы в Париже. Мы бы говорили друг другу, ой, как красивенько, ой, как оригинальненько и так далее, и так далее. И были правы. Это и красивенько, и оригинальненько. То есть, ну, о вкусах не спорят, но это, в общем, такой городской объект украшения. И все бы было нормально, если бы это было, например, на День города или что-то там при Лужкове. Если бы ни одно обстоятельство. Если бы вот это вот не стояло после того, как убрали, по мнению Собянина и его компании, уродства, а именно вот эти киоски, вот это вот все. То есть, логика у людей правильная. Он убрал то, а теперь ставит это. Он считал, что то плохо, а вот это он считает, что это хорошо, а разве это хорошо? Вот и все. Вот и вся история. Давайте вот сейчас голосование допустим, да, я возражу вам. Только одну фразу скажу. А насчет аппаратов искусственного дыхания и так далее, я желаю твоим и своим детям здоровья, и всем желаю здоровья. Но не дай бог нам с тобой вспомнить вот эти фотографии из российской глубинки, да, и тогда язык не повернется, вот эти больницы, где дранка, где обрушено все, и тогда у нас язык не повернется говорить, ну это специальный московский бюджет, и он имеет право тратить его как хочет. Маргарет Тэтчер сказала, ты знаешь, что нет денег бюджета, а есть деньги граждан. И вообще хорошо, если у государства нет денег на глубинку, значит государство импотент. Оно не способно обеспечивать своих граждан какими-то медицинскими различными вещами. Давайте Гонопольский, Нарышкин и Соломин будут большую часть своей зарплаты отдавать на благотворительность. Мы будем сами покупать. Сколько вы тратите на аппараты искусственной вентиляции легких? Половину своей зарплаты? Треть зарплаты? Я нисколько не трачу на благотворительность. Это мой выбор. Вы сколько тратите? А зачем? Может быть надо способствовать бизнесу, для того, чтобы бизнес в России расцветал, платил налоги и было больше денег. Может быть хватит этой деньей заниматься? В чем проблема? В чем проблема? Проблема в том, что надо объявить голосование. Давайте, хорошо. Что нужнее городу с вашей точки зрения? Киоски, которые снесли тогда 660-06-64 или инсталляции, которые поставили тогда 660-06-65? Вы, Матвей Юрьевич, в Москве, видимо, давно не были. Вот вы знаете, где стояли киоски, где стояли торговые центры, где теперь стоят вот эти арт-объекты? Они стоят в разных местах. А какая связь? Вот этот вопрос, я слушателям объясню этот вопрос, который лоббировали вы. Вот где связь киоски и арт-объекты? Связь простая. А можно, знаете, голосование запустить? Вы за Путина или вы за арт-объекты? И, конечно, я думаю, большинство слушателей проголосуют за арт-объекты. Еще раз, для меня связь абсолютно логичная. Сначала один и тот же человек, Собянин, что-то убирает, причем сказав, что это не нравится гражданам и наносит удар по бизнесу московскому. И все вокруг орут, что это хорошо. А после этого этот же человек санкционирует вот эти вот разлюли-малины. Это делает один человек. Вот тебе связь. И то, и то говорится, что это хорошо для москвичей. Их кто-то спросил? Ну, еще раз, еще раз. Опять же, я повторю, вы в Москве давно не были. В Москве это слишком мелкий для вас уровень проблем. Нет, серьезно. Собянин и в мэрии не говорили, что они сносят лавки вот эти торговые, потому что они кому-то не нравятся. Было специальное постановление, да, оно спорное. Алеша, у меня просьба к тебе. Прямо в эфире говорю. Ты сейчас говоришь вещь некорректную, и я в таком повороте беседовать вообще не собираюсь. Значит, пожалуйста, не сообщай мне, где я был. Ты в Киеве тоже не был, но тем не менее, про Киев там пишешь комментарии, посты и так далее. Понимаешь, да? Поэтому, пожалуйста, не надо, не надо, потому что такие фразы говорят на этих передачах, на Вести 24, на втором канале. Вы не знаете наших условий, вы приезжие. Я про Москву знаю побольше, чем ты. Позвольте я... Особенно про лавки, ларьки и так далее. Дайте я, позвольте я тогда... Давайте мы в эфире будем какой-нибудь вообще лажу говорить абсолютно и делать вид, что это вот так надо. Это истина в последней инстанции. Можно я мнение тогда расскажу, ладно? Пожалуйста. Мне то, что сделала Москва с эстетической точки зрения осуждать, не собираюсь. И мне плевать абсолютно на мнение тех, кому это не нравится. И вообще терпеть не могу. Вот лудит и все же, все такое. Далее про факт самого использования денег. Вот эти 189 миллионов рублей. Я хочу напомнить, что до Собянина мы вообще не знали, что у Москвы есть такие деньги. А суть по всему, они оседали в каких-то надежных местах, вроде чего-то кармана. И сам то, что... Уверен, возможно, что эти деньги там тратятся на родственные подряды, кто-то там хорошо с этого зарабатывает, раз асфальт перекладывают там чуть ли не каждую весну по три раза. В этом тоже есть какие... К этому есть вопросы. Но раньше об этом речи просто не было. Мы об этих деньгах не знали. Но я выступаю, я вообще против того, что все эти деньги забирает Москва. И мне кажется несправедливым вот это распределение. Понятно, что Москва зарабатывает намного больше. Но здесь я согласен абсолютно с Матвеевичем с вами. В то время, как большая часть российских городов дыры латают щебнем или просто пересаживаются на велосипеды. Не потому, что это модно, а потому, что у тебя нет выбора другого, ты не можешь на машине ездить негде, ездить дорог нет. А в это время в Москве перекладывают асфальт, потому, что есть норма выработки асфальта через какой-то очень смешной промежуток времени. Это несчастная страна. И это значит, кризис управленческий определенный есть. Возможно, что Москву... Меня будут осуждать московские власти за это. Следует обременить так называемым налогом на роскошь. Потому, что Москва живет в роскоши. Это правда. Чего вы ждете? Поехали дальше. Есть голосование какое-то, да? Я ничего говорить не буду, потому, что, оказывается, нельзя говорить о городе, если ты в нем не живешь. Я Гонопольский обиделся, слушайте. Не обиделся? Это системный вопрос. Ну, это смешно. И я тебе запрещаю, я запрещаю тебе писать о Киеве. Потому, что ты в нем не живешь. Я не пишу о Киеве. Значит, не смей комментировать. Не путайте меня с салонами. Не смей комментировать. Не смей комментировать. Ни в коем случае. Это новый принцип журналистики. Это новость такой. Канала Вести 24. Я думаю, что вы ограничиваете свободу слова. Так, у нас итог голосования. 90% наших слушателей говорят, что городу важнее киоски, которые снесли. И 10% слушателей выступают за новые инсталляции. А мы эту тему сворачиваем. Вопрос, к чему переходим. На еще одна редиска неделя. Вот Гонопольский мне запрещает говорить про Киев. А есть в Киеве... Вы можете ответить сейчас, смотри, Юрьевич. Потому, что он собирается говорить о Киеве, между прочим. Об украинских властях. Он сказал, он не имеет права, пусть молчит. Он ничего про Киев не знает. Наложи, Соломин. Он ничего про Киев не знает. Да, министр культуры Украины Евгений Ищука. Мы хотели сделать редиски недели из-за этих предложений по созданию агентства, которое будет бороться с... Я ничего не говорил о том, что вы не можете говорить про Москву. Я имею право сказать. Мне кажется, что подобное решение, вообще решение связанное с запретом российских фильмов, российских книг, чего бы то ни было, российских актеров, любого проявления культурной жизни на Украине свидетельствует о том, что авторы подобных инициатив и те люди, которые принимают подобное решение, глубоко несчастные люди. Их... Нездоровые. Это признак нездоровой. Это все, что я хотел сказать. Это как это... Значит, комментарий будет мой простой. Помните, как в одесском анекдоте, с той, кто идет, уже никто никуда не идет. Значит, смотрите, один сумасшедший написал... В Украине можно писать петиции. Ну, на имя там, значит, это самое. Один написал, что давайте украинские, русские фамилии будем переделывать в украинские. Типа Петров, Петренко. Это стало главной новостью говноящика, значит, государственного, который там все это показывал. Значит, писать можно любое, все, что угодно. Никогда это не будет поддержано. И идиотическое предложение сделать какую-то там комиссию, агентство, которое это самое, ничего этого не будет в природе. На это никто не выделит ни копейки, никогда в жизни. Более того, голосование, например, в моей передаче «Эхо Украины» на Ньюсване, оно показывает, что люди категорически против. 75-80% говорят, что ничего не надо ограничивать. Просто люди, если они считают себя патриотами, они не должны ходить на эти концерты. Даже так стоит вопрос. Это мнение граждан. Поэтому, а учитывая новое правительство Гройсмана, где там каждая копейка считается, ничего этого не будет. Поэтому это даже для меня не тема обсуждения. Ну, знаете, как бы в Киеве, про который мне нельзя говорить, и в других городах Украины, люди не выступали бы против каких-то вот этих запретительных инициатив насчет русского кино, российского кино, российской музыки. Все равно есть же черный список. Вот есть черный список, а есть белый список. Существует с прошлого года. Так, у нас есть выбор. Либо мы продолжаем обсуждать эту тему, сейчас опять будем друг с другом собачиться, либо переходим к следующей. Это для меня не тема. Я уже сказал, под ней нет фактов. Под ней нет фактов. Хорошо, все. Поэтому идем к вождю мирового пролетариата. Не в фокусе. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе. Очень простая тема. 60% россиян выступают за сохранение Лея. На это я напомню чуть больше половины все-таки. Это большинство. То, что называется большинство. А большинство в демократической стороне, говорят, рулит меньшинством при абсолютном уважении их прав. У нас сразу голосование есть к этой теме. Вам вообще мешает Ленин на Красной площади? Вот он лежит там себе в мавзоле, который год. Если вам мешает Ленин на Красной площади, 660-06-64. Если он вам не мешает, 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов. Вам вообще Ленин на Красной площади мешает? Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Очень кратко скажу, если позволите. Мне, я как человек, действительно считающий, что люди должны быть похоронены там, ну, в земле, на кладбище и так далее. Мне фигура Ленина на Красной площади абсолютно не мешает. Потому что мавзолей Ленина на Красной площади – это определенного рода памятник. Памятник эпохи. И мне кажется, что памятники эпохи любой должны существовать. И если эта эпоха была плохая, чудовищная и абсолютно авторитарная, и убивала людей, то этому тоже должны существовать памятники. Чтобы люди помнили, что такое тоже было. Ну, вопрос в том, является ли труп памятью. Достаточно мавзолея, и все. А труп можно было бы вполне в землю кинуть. Мне так кажется. Не, ну, понимаете, в чем дело. Значит, бывает живой человек, потом бывает мертвый человек, а потом через две тысячи лет бывает мумия типа Тутанхамона, которой уже даже мы не знаем. Он там резал людей, убивал людей или любил людей. Проблемка есть с Лениным. Значит, это был бандит и убийца. Кровавый, страшный. Все уже об этом знают. Открыли документы, которые в бездну опрокинул Россию. Ну, все уже об этом знают. Сто фильмов про это сделано. Поэтому, на мой взгляд, его надо оттуда вытащить. Но, из уважения к научно-исследовательскому институту, я тут цифры посмотрел. 15 тысяч долларов в месяц уходит на содержание мумии этой. Ну, ладно, если у государства есть деньги, то надо его забрать куда-то в какую-то комнату, положить, окружить этим оборудованием, но убрать с главной площади страны. Потому что сейчас люди поклоняются бандиту и убийце. Вот такая вот моя точка. Я знаю, слушайте, на следующую весну, и это нас с вами, Матвей Юрьевич, примирит, на следующую весну надо Ленина достать самим, может быть, появятся какие-то активисты, и сделать одним из арт-объектов. Московская весна. Он всех достал. Лежит и тем, что лежит, всех достает. Ладно. Голосование у нас. 58% слушателей говорят, что Ленин им мешает на Красной площади, а 42% относятся к его нахождению спокойно. Вот количество людей, которым он мешает, а мешает, конечно, не сам Ленин, а мешает то, что он делал, память об этом, с каждым днем будет уменьшаться. Потому что старики уходят, а молодежи это по барабану. И вот это будет самое ужасное, если арт-объектом будет бандит и убийца. Вот это вот большая проблема. Спасибо. Это была программа «Итоги недели» без Евгения Киселева, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Света Ростовцева, звукорежиссер и Матвей Гонопольский. Встречаемся через неделю.